Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до совершенно реальной действительности сокращается с невероятной быстротой, писал в свое время Максим Горький. Никто и не предполагал, что за небольшой период времени мы начнем широко внедрять интерактивные технологии. Ведь не секрет сегодня, что современного ребенка сложно удивить обычными традиционными средствами наглядности, картинками и игрушками. Так как с раннего детства он включен в видеосреду, ребенок с большим удовольствием смотрит телевизор и играет в телефон или планшет, чем читает книгу. Мощный поток информации оказывает большое влияние на его восприятие окружающего мира. Существенно изменяется характер его любимой практической деятельности – игры, изменяются любимые герои и увлечения. Сегодня, учитывая современную жизнь, педагог должен вносить в учебный процесс новые методы подачи информации. Одна из центральных проблем в коррекционной работе – это проблема мотивации. Как заинтересовать ребенка, привлечь его внимание, чтобы он с удовольствием ходил на занятия. Наблюдая за детьми, мы поняли, что для них намного интереснее занятия с применением интерактивного оборудования. Согласно новым требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внедрение интерактивных технологий призвано, прежде всего, улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей, ускорить процесс усвоения новых знаний. Основная задача нашего детского сада – совместить в едином образовательном пространстве традиционный игровой материал и современные технологии. Это и стало отправной точкой для работы над целым направлением создания интерактивной образовательной среды. Интерактивные игры и задания несут в себе образный тип информации. Наиболее близкие и понятны дошкольникам. Движение, звук, мультипликация надолго привлекают внимание детей. Дети получают эмоциональный и познавательный заряд. У них возникает желание рассмотреть, действовать, играть, вернуться к занятию вновь. Интерактивные технологии помогают совершенствовать процесс обучения детей, сделать его мобильным, дифференцированным, индивидуальным, поддерживать у детей с различной патологией познавательную активность, повышать эффективность коррекционной работы в целом. С приобретением компьютеров мы начали создавать интерактивные презентации игр, а также свои практики, используем авторские разработки. Игры предназначены для коррекции звукопроизношения, развития фонематического слуха, дыхания, языкового анализа и синтеза и многое-многое другое. Следующим шагом к созданию современной интерактивной среды стало внедрение в образовательный процесс интерактивной доски. Интерактивная доска является удобным инструментом как в организации учебного процесса, так и для проведения презентаций, семинаров, родительских собраний. Интерактивная доска значительно расширяет возможности предъявления учебной информации. Позволяет усилить мотивацию ребенка. Применение мультимедиа технологий, света, графики, звука, современных средств видеотехники позволяет моделировать различные ситуации и среды. Игровые компоненты, включающиеся в мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность обучающихся и усилиют усвоение материала. Использование интерактивных технологий позволяет перейти от объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельному, при котором ребенок принимает активное участие в данной деятельности. С января 2017 года в образовательном учреждении работает сенсорная комната и релаксационная палатка. Сенсорная комната – это волшебное помещение для релаксации, снятия стресса и расслабления. В этой комнате размещено уникальное оборудование, специальное и сделанное собственными руками, позволяющее психологу мягко работать со своими подопечными, проводить профилактику и даже лечение нервной системы и органов чувств. Сенсорная комната имеет одну единственную цель – помочь обрести личную гармонию и гармонию с окружающим миром, восстановить душевное равновесие, укрепить нервную систему. В зависимости от задач и методики проведения сеансов, сенсорная комната оборудуется бескаркасными мебельными модулями, светомузыкальным сопровождением. Релаксационные палатки представляют собой небольшое уютное пространство, оборудованное стимуляторами, воздействующими на органы обоняния, осязания, слуха, зрения, направленные на развитие психических функций, эмоциональной сферы и личностных качеств ребенка. Кроме того, подобные стимуляторы способствуют психоэмоциональной разгрузке, восстановлению и поддержанию психологического здоровья детей. Релаксационные палатки можно еще использовать как уголки уединения. В них имеется встроенное оборудование, мягкое покрытие, разноцветные лампочки, воздушно-позитковая колонна, антистрессовые подушки. Палатки можно использовать для обучения методам приемов саморегуляции, проводить игры для психологической разгрузки, игры на развитие познавательной активности, игры релаксации. Дети могут играть в сюжетно-ролевые игры и уединяться. Они создают ощущение безопасности, защищенности, снижают беспокойство и агрессивность. А также нервное возбуждение и тревожность активизируют мозговую деятельность. Технический прогресс не стоит на месте. Наше учреждение в целях обогащения развивающей среды применяет одно из современных и актуальных средств коррекционно-развивающей деятельности – интерактивную панель. Преимущество интерактивной панели в том, что это законченное интерактивное решение, возможность несколько касаний одновременно, мобильность устройства, безопасность. Два варианта использования – интерактивный стол и интерактивная доска, наличие встроенного программного обеспечения. Всем давно известно, что в последнее время часто встречаются дети с ранним детским аутизмом. Сенсомоторная лолей – это дети замкнутые, тяжело идущие на контакт. Но используя сенсорную панель, мы вызываем у детей желание совместно работать. Ненавязчиво заставляем повторять отрабатываемые звукосочетания, слова, простые предложения. Во время игр дети раскрепощаются, идут на контакт, начинают общаться с педагогом и игровыми персонажами. Обучающая интерактивная игра носит вспомогательный характер. Зная, что впереди ребенка ждет занимательное развлечение, он лучше выполняет различные упражнения. А педагог выбирает из набора игр ту, которая доступна для ребенка на данном этапе обучения. И еще очень важный момент. Рабочий инструмент педагога – это его голос, который мы бережем. А с помощью интерактивных технологий мы снимаем речевую нагрузку, передаем роль ведущего сказочным героям. Применение интерактивного оборудования совместной с самостоятельной деятельностью ребенка является одним из эффективных способов мотивации и индивидуализации его обучения. Развитие творческих способностей и создание благоприятного эмоционального фона. Несмотря на все преимущества интерактивных игр, мы стремимся к разумному сочетанию традиционных и компьютерных средств развития личности ребенка. Редактор субтитров А.Семкин